Вторая часть фильма выглядит так. Сейчас только Марина доела эту грушу. Есть компромиссный вариант. Это один из моих советов. Наконец-то. Можете ей завидовать. А видели, вот этот огрызок, он остается и до чего? Там продолжается созревание семечек. Почему? Пусть она упала с дерева. Это мой принцип. Ни одного плода. Почему? Оторвали плод. А, вот покажу. Сейчас покажу, покажу, покажу. Вот. Вот как раз они, видите, с этими. Так, нет у меня в другом месте. Ладно. Не будем время терять. Вот это вот место отрыва. Оно отрывается, когда само. Значит, груша меньше всего портится. Здесь раны нет. И главное, на плодушке нет раны. А когда мы вот так вот взяли, грубо оторвали, это она сама падала. У них все сами падают. Пусть они при этом теряют внешний вид, теряют вкусовые качества, ну, перезревшие. Но главная плодушка остается, а на этой плодушке еще несколько, как всегда, зародышей будущих груш. То есть на следующий год еще одна-две, так же, на следующий год еще одна-две, еще год, и она перестает плодоносить. То есть она закончила свой этап. Поэтому, кстати, не верьте ни тем, что есть колновидные груши, абрикосы, сливы, вишни, персики. Нету ранье на всей планете, нет ни одного. Вертикальный побег, это не место плодоношения, это быстрый переход на боковые ветки. И там тот же принцип, так же появляются плодушки. Плодушка несколько лет должна плодоносить, отрывать. Хотите, отрывайте. Вам же можно заложить урожай, например, на зиму. Вот как зимние яблоки. Вот они висят. Я вчера болью в сердце несколько оторвал. Вот вчера же был праздник этот урожай, или как он называется? Ярмарка. Ярмарка. Я отверстый ярмарку. Ну, потусоваться просто. Не с пустыми руками. Несколько плодов, 450 грамм, принес и так всем рассылал. Мол, знай наших. А здесь так, в данный момент их нет. Эти, те, которые дозревают. Причем без гарантии, что семян вырастет точно такой же. Просто я не готовился к этому вебинару. Какой привычка. Холодный вебинар. К этому разговору. Итак, это дозреют. Вот. Эти перезреют. Только когда начнут гнить, вот тогда они, с них я возьму семена. Так, теперь. И вот, наконец, семена поступили с деревни ко мне на кухню. Здесь они выковыриваются. Есть куча фотографий. Вот. Вот, мякоть полугнилая. Пока нет. Ну, так получилось. Сезон закончен. И последние были сняты позавчера. Вчера были с них мякоть выковырена. Так. И они поступили ко мне. И тут просто со своим предложением. А давайте расскажем. Давайте. Итак. Во-первых, я скажу, что такое поздний абрикос. Знаете, что такое? Это феномен. На улице 16 сентября. Так. Первые абрикосы, вспоминайте, у нас упали в конце июля. И большинство закончило плодношение в первой середине июля. А эти и сейчас висят. Вот они фотографии, сделанные вот с этого фотоаппарата. Вчера на трех деревьях как висят, так и висят. Те, которые упали, вот они. И там еще на балконе. Их цены заключаются в том, что попадая под весенние заморозки, не всех. Почему у меня такое урожай? У меня эти европейцы раньше цветут. Роскошные, восточные, тоже рано. Плоды китайские тоже рано цветут. И они попали под зародок. Почему у меня вот этих 200 ведер с лишним плодов? Да потому что они поздние, и они пока заморозки, они еще не то, что спали, но еще не цвели. Как заморозок откатился, они зацвели, и у меня получился вырожай. Девчонки 20 дней по 10 ведер собирали, 15, дней 20. То есть на самом деле там больше мы собрали. Тем более они же, мы же собирали полугнилые, мы не успевали. Последние собраны были вчера, и сейчас еще на трех деревьях висит ведер 5. И вот они наибольшую ценность представляют там, где заморозки замысили людей. Представляете, допустим, авторитетичный для меня садовод, он уже продан в том свете, Чернышов Валерий Петрович Саратов. Его предпоследнее письмо было, в Саратове 5 лет нет абрикоса. Ледяные ветра задувают, ну то есть унисажают. Еще год, 6 лет нет абрикоса. А про дальневосточные абрикосы Европа не знает, судя по тому, что уже от моего имени, уже в Мечеринске выступала моя помощница. Теперь уже будут. Вот. А они не знают фамилии Железов. То есть как-то, понимаете, что... Хотя давно уже они провинция, а мы, так сказать, лидеры. Вот этот вот регион, это лидер России. И вот получилось вот эти вот самые поздние перед вами. Но, вы обратите внимание, они где-то побелели, где-то что-то. Уже явно, что они не все полноценны. Вот. Что мы делаем? Первый этап. Они сырые, они вчера выковырены. Именно на этом этапе мы производим испытания. Вот. Я не стал этого делать, потому что мы вовремя позвонили. Еще надели весь, но это опять устраивает. Время, экспедиция. Вот. Они, видите, они мокрые, смотрите. Угу. Видно. Они только... Они еще не были у меня... Вот. Отбракованы. Вот. Первая отбраковка делается вот так. Почему? Всплывшие это 100% негодные. Так. Размешали на всякий случай. Так. Вот эти вот. Видите, какой хорошие. Вот эти вот уже мы выбрасываем. Все. Вот они. Так. Все. С этими можно работать. Есть ли гарантия, что оставшиеся все полноценны? Нет. Почему? Например, вчерашнее письмо. Если вы следите за моим сайтом, там оно так выглядит. Спасибо, выросло 30 абрикосов. Я в этом случае привел прям письмо целиком на своем, это, в последнем вебинаре. 30 штук. Два начали желтеть. В чем причина? Я не знаю, в чем причина, но не бывает так, как у людей, что 30 штук, все мощные. Да, я называю манжурские абрикосы неубиваемые. Если их не гныть, как гнает вся Россия, да? Вспомните, специально. Дальше идет фактически продолжение темы работы с семенами. Пока коротко. Закопал на 5-6 сантиметров, как пишут солидные источники. Основание штамба под землей сгнивает. Нижняя часть штамба. И все. Человек посадил 30-косик. Моя закопка символическая, несколько миллиметров. Риск мыши унюхает, риск, что еще много чего. Но, по крайней мере, корнева шейка не сгнивает, самое главное. И два, возможно, он чуть-чуть заглубил. Вот как я ему отвечаю через этот, слушаю сотни, отвечаю одному человеку. А два желтеют. Возможно, еще не поздно раскопать, если действительно я прокрою. А кто сказал, что они все не имеют болезни генетические? А у них все самое интересное. В этих кустах рядом растут, вспоминайте, огромные плоды вкуснейшие академик королевский. Было? Было. Бай. Фейна. Они же их опыляют. Помните, даже у нас на Манжурцах были вот такие плоды. Это явное влияние, да? Пусть это редко, но бывает. А они опылили их. Они им что дали? Они им дали более лучшее качество. И уменьшили морозстойкость на несколько градусов. Значит, а человек-то садил в 2017 году, значит, позади две зимы. Где покультурные получились. Мощная красивая саженца, 30 штук. Где два покультурные начали, значит, могли не выдержать зиму. А Башкирия, извините, это Урал, это во мне Африка, и даже не Сочи, и даже не Москва. То есть там 40 градусов бывает. Вот такая история. Значит, получается так, что отбраковка сделана, но теперь дальше идет разброс качеств. Но мы, наверное, следующий фильм скажем про это. А пока, потому что там немножко уже получится как бы отлеченный разговор, а главная задача сейчас с ними поработать, именно практика. Значит, что следующий этап? Если вы выгляните на балкон, там они в этих самых, сейчас, а вот, это уже высушенные на балконе, они просто в таких вот, с бортиками, в таких коробочках сохнут, сушу. Когда солнце было, два дня, сейчас солнца нет, четыре дня. Дело в том, что дальше начинается такой момент. Вы, например, вот это важная, это уже практика. Вы получили от меня, допустим, вот они. И вдруг, вы видели, что тут всплыло всего два из двух сотен. А здесь 10, за каждую 25 рублей за эту роскошь заплачено. То есть, вот это 10 штучек, это 250 рублей, это большие деньги. Это уникальная вещь. Она должна стоить не 25 рублей, она должна стоить 1000 долларов. Ну, что делать? Неоцененное, так сказать. Ну, так же, как если какой-нибудь там этот берет золотой сыток и разбивает им кокосовый орех какой-нибудь дико, золотым сытком, да? Вот примерно так и мы. Я же их еще и это, и ем, они же еще от опухолей, от онкологии. Я же еще их ем. Вот он мне это, 1000 долларов должен стоить одна косточка, а я ее специально щелкнул и в рот. Вот видите, какая противоречия. И вот, значит, они высохли. И оказывается, хотя они в такой же практике проходили, никакой халтуры, но подсохли так, что получилась положительная плавучесть. И потом, пожалуйста, получив, замочив, вы только заявляете, потеряете, увидите, что два всплыло. Вот, а караул железа в лишь 50 рублей с меня содрал. Или там не обязательно железу. И он, Петров, кто продавал. Вот, верните деньги и так далее. Положительность, чем больше они лежат, тем более положительная плавучесть. То есть вот здесь уже сейчас время терять не будем, просто поверьте, одна, две, три уже может проснуться. Дальше. Они продолжают лежать до продажи. Вот эти передные мешочки, имейте в виду, друзья, они никогда не спасут от пересыхания. Они дышат. Они не герметичны. Если положить вот так в воду, через несколько часов, вот просто взять, ну, я даже специально вот, вот так, да, через несколько часов вы видите, что они мокрые. Без дырок, но мокрые. То есть пропускают воду и воздух. Мы это учитываем. Поэтому обязательно, получив, вы делаете так. Делайте так сейчас. Вы берете, разрываете этот мешок, так, разрываете его и... В воду? Нет. Нет, просто в банку. Хранение уже в сухом виде, до сертификации. Банки в сухом виде. Вот. И куда поставить? У меня они пока до продажи вот так. Ближе к продаже. Эти, которые уже сохнут, они сегодня-завтра будут упакованы вот так. И... И холодильник, да? Всю зиму хранения вот в таком виде. Вот. Уже под крышками, дальше высыхания практически нет. Ну, может, легкое высыхание, тут же объем воздуха есть. Немножечко еще посох. Это все придет в норму. Наконец, проверялось. Два-три года просто лежат. Вот как разверните. Вот, допустим, сейчас они досыхают. Это они позавчера были сняты. Это котики и копы, сливы. Да? А если их вот так на все три года оставить, они начинают внутри аж это... Шелестеть. Ну, как повернушка. Да-да. И некоторые говорят, а я такие не высылаю. Но я высылал не свои, чужие. Это было, но я предупреждал. Вот. А о легкости, а то, что они двухлетние. Вот, это было. И после этого человек успокаивался. Когда я говорил, они имеют положительную плавучесть. Там они ссыхают так, что смотреть на них, если разбить оболочку, смотреть страшно. Потом замачивается рот и высаживается, сходит. Вот. А если они пересохшие, сколько их держать нужно, замачивать? А дело в чем? Значит, я их не замачиваю, я делаю по-другому. Когда я делаю статификацию, а это будет следующий фильм. Определенная влага. Хорошо. Так. Вот. И мне их, чтобы не спровоцировать, они очень быстро набухают. Вот эта вот оболочка, скорлупа, она впитывает влагу. Она и должна ее впитывать. Она больше от зубов, от других катаклизмов. Она влагу напитывает. И когда наступает момент, ядрышко, если когда не просыпает, оно вначале просто набухает. Или как губка. Губка сухая, губка на моче, она вот такая станет. А наступает момент просыпания. Это особый момент. Он очень короткий. Мы об этом будем говорить потом. Вот надо до высадившим, не взойдут. Замачивание ни при чем. Позже высадят, не взойдут. И для тех, кто сейчас, у нас же на улице середина сентября, те, кто получает сейчас, а я уже высылаю, у них два варианта. Сейчас осень, сейчас дождей. Никаких замачиваний. Он попадает в землю. Он время от времени. И получается осень плюс, а они высадены семена плюс, потом минус, потом снова плюс-минус. Просто на лесу осень и зимы замерзли. Эти росточки. или просто даже не раскрылись. Раскрылась, еще нет. Приходит весна, и человек говорит, выкопал и говорит, у меня они раскрылись, а ученые прислали. Получается, или из сотни посадил, 95 зашло, все прекрасно. Это там, где меньше перепадов, а у нас без снежья. Поэтому я нашим советую их, что сделать? Профицировать. Это отдельная тема. А там, где снеговой покров большой, нормальный, вначале снег, потом морозы, они прекрасно отлежатся до весны. То есть можно с осени. Если вы защитили от мышей, они в основном сходят. Это плюс. Возникнет дата. А возникнет заключается в том, что вы приедете ко мне в январе месяце, мы с вами возьмем в одном тазу песок сухой, рядом банка с водой, соотношение там 6-7 к 1. Приготовили сырой песок, берем пакетики, 10 штук, в этот песок, завернули, но уже в сыром виде. Вот. И опять банк и по холодильникам. Через 2-3 месяца. Что мы сделали вот этим, хранением в сыром песке при температуре около нуля. Мы обеспечили искусственную перезимовку. То, что маленький, но плюс. Это все-таки гарантия, гарантия того, что не заморзут. Значит, когда мы достаем и высаживаем это сигнал, тепло попадает в прорудение. Я проверял даже так, вытащил, положил на стол и каждый день они прямо на столе. Так, открывается и выходит оттуда эти самые, хвостики. Все в хвости. Вот. Это есть два пути. Синфикация, может быть, мы в другой раз поговорим. Так. И, чтобы самое главное не забыть, значит, их еще надо заказать. Как заказать? У вас свои клиенты, пусть они не клиенты, а ваши. Я в конце ролика вставлю в почту, куда нужно писать, если кто хочет заказать косточки. И, может быть, какое-нибудь слово, что это именно ваше. В конце ролика будет моя ссылка на почту. вот этот момент. Ну, и уход за ними начинается уже с весны. Это будет еще одно. Фильм придет весна, будем высаживать семена, будем опять с вами общаться. Ну, что, благодарю за внимание. Так, записали. Ура! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok